Учиться никогда не поздно. Открытый народный университет, третий возраст, празднует день рождения. На протяжении 20 лет образовательное объединение позволяет пожилым людям получать новые знания. Юбилей торжественно отметили в актовом зале хим-университета. У нас от 55 и до 75 лет. Мы сейчас принимаем до 75 лет. Что осваивает? Вот эти знания. Мы просто повышаем свои знания. Повышаем свои знания. У нас общественно-политический факультет. Мы узнаем, что делается в стране. И, в общем, так вот. По здоровью тоже нам дают разные рекомендации. Мы повышаем свои знания. На момент создания университета было образовано два факультета. Сейчас их шесть. Пенсионеры изучают правоведение, политику, медицину, искусство и литературу. Хожу я первый год. Определила группу искусств и культуры, то есть посещение музеев, театров, галерей картины. И мне очень понравилось то, что общение, во-первых, одновозрастное. И кроме этого еще и все-таки встреча с искусством, культурой как-то успокаивает душу. Этим студентам позавидуют молодежь. Преподаватели с восхищением рассказывают. У пожилых людей колоссальное желание учиться и пробовать что-то новое. Отдельно в университете организуют различные секции и кружки, которые пенсионеры также посещают с огромным удовольствием. Некоторые современные люди полностью погружены в какие-то интернетские дебри и греха стоит, мало читают. А эти люди уже, кстати, очень многие неплохо владеют интернетом, но в то же время очень много читали. У них и помимо жизненного опыта еще есть такой литературный опыт. С ними очень интересно. Здесь говорят, непрерывность образования – это веление времени. Сейчас в университете обучается порядка 800 слушателей. Их становится с каждым годом все больше, как и направлений обучения. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.